вам что-то полезное, что-то нужное. В данный момент нахожусь у себя на автомойке. Автомойка у нас находится в складричестве города Саратово, Большая Садовая 158А. Подождите, сейчас я смотрю в окно. Большая Садовая 158А. Кроме автомойки у нас здесь есть шиномонтаж. Вот сейчас начинается, уже практически начинается сезон. Люди хотят поменять уже зимние шины шиповные на летнюю резину. Вот и, соответственно, я стою сейчас в кафе. Такое у нас в кафе. Так у нас выглядит кафе на автомойке. Вот здесь вот место администратора. Там вход в мой кабинет. Вот и, соответственно, еще у нас заработал выезношенный монтаж. Машина была долго на ремонте. И теперь можно еще, кстати, заказать выезношенный монтаж. Приедут. Так, телефон. Какой же? Как 93-73-43. По-моему, такой номер телефона. Вот. Дело очень многое. Что-то, наверное, понимаю, что уже не справляюсь абсолютно с тем, что... планирую, вернее, справляюсь, но уже это в минус идет моим тренировкам и в минус процедурам по уходу за собой. Потому что, как говорится, можно. То есть запал есть, работа есть, но уже, наверное, не хватает каких-то моральных и физических сил. То есть буду что-то думать по улучшению качества работы и по регулированию вот этой вот работы. Может быть, буду делегировать на кого-то часть своей работы. Вот так вот. Это у меня уже давно было в планах, но что-то пока я с подбором персонала, почему-то я тормозила. Вот теперь, наверное, пришло время. Так, Юля, подскажите, как вам плитка на полу во всей квартире? Стоит ли класть в спальне? Ну, вы знаете, это вообще на ваше усмотрение. Я все-таки прежде всего за красоту. Вот. На втором месте у меня, наверное, удобство. Чтобы совместить красоту и удобство, однозначно, если вы будете класть плитку на полу, то это сто процентов вам нужно будет делать теплый пол. То есть у нас стоят регуляторы. То есть мы можем включать температуру. Пол подогревается в спальне и, соответственно, это лишние расходы на электроэнергию. Если вы к этому готовы, то тогда плитки быть. Если вы не готовы, то, может быть, сделать какое-то другое покрытие. Может быть, даже ковролин я бы постелила какой-нибудь красивой в спальне. Тогда можно уже не класть теплые полы и, соответственно, не делать там электрические. Да? То есть дополнительных затрат вы не будете нести. Так, я сейчас вот перейду в свой кабинет, потому что здесь клиенты. Вот. А так уже это, как говорится, дело каждого. Так, село. Тут свет какой-то дурацкий. Мне не нравится. Сейчас, минутку. О! Вот так, что ли, сделать? Так, еще там что? Блин, вот сразу вот, да? Вижу, лоб у меня какой-то заблестел. Надо бы в порядок приводить. И то, и все, что-то, блядь, все как обычно. Так, что у вас сегодня в контейнерах? В контейнерах у меня сегодня креветки, макароны и помидорчики с огурчиками. И на десерт у меня вот здесь вот еще лежит банан. Это будет моим десертом. На сегодня на банан я съем половинку. То есть я обязательно ем белок, сложный углеводы, клетчатку. И потом я беру что-нибудь такое вкусненькое на десерт. Так, вот у меня в кабинете, блин, труба. На самом-то деле. Вот. Так, сейчас к свету подойду. Вот, наверное, вот так вот будет получше, да? Да. Так, хочу поотвечать на ваши вопросы, потому что давно меня не было в эфире. Так, значит, марафон в апреле будет. Какая там в среднем калорийность? В среднем калорийность нормальная для снижения веса без вреда для здоровья. Заходите в марафон и вы узнаете точную калорийность. Там есть минимум и есть максимум. Здравствуйте, красавица и мотиватор. Спасибо. Юль, доброе утро. Выглядите супер, в принципе, как всегда. Спасибо большое. Вчера, скажу честно, что я нарушила свое питание вчера, потому что были в гостях в Пензе, посетили вообще всех бабушек и всех дедушек, родственников по линии жены сына, да? То есть у меня есть сын, у сына есть жена, это моя сноха. То есть вот по ее линии мы вчера объездили всех родственников в Пензенской области. Там у нее живет бабушка, там у нее живет дедушка. В Пензенской области, еще в другом городе, живет бабушка по линии мамы. Вот. То есть вот вчера пришлось все-таки мне поесть жареной картошечки. В принципе, картофель один из низкокалорийных продуктов. Его можно будет брать в качестве сложных углеводов на марафоне в питании. Вот. Ну и, короче, сегодня вот я опять на контейнерах. В принципе, это, наверное, самая такая классная, вкусная, полезная еда, которая помогает держать свое тело в форме, от которой отличное настроение и такой прекрасный внешний вид. Вот. Это только дробное питание и, соответственно, это еще показатели хорошего здоровья. Если вы так будете питаться, то у вас и здоровье будет в порядке. «Юля, улыбнитесь, очень серьезная сегодня». Ну, я периодически бываю серьезной, потому что у меня сегодня на работе тут есть кое-какие заковырки. Да, доброе утро. Поэтому я сегодня с утра уже такая прям вот собранная. С пол седьмого я сегодня на ногах и еще сегодня предстоит очень много дел. Ой. Так. «Юля, бывает так, что вам надоедает делать макияж каждый день». А, вот. Вот только буквально недавно, буквально недавно я с кем-то разговаривала на эту тему. А, с Анжелиной, с Анжелиной Викторовной. Вот мы были в гостях, и она с утра тоже себе делала мейк. И я встала рядом, смотрю, как она красится. И она говорит, вот, сейчас буду заниматься очень такой приятной мне процедурой. Я говорю, слушай, я обожаю, я просто обожаю самой себе делать макияж. Мне этот процесс доставляет даже больше удовольствия. Мне это абсолютно не сложно. И макияж я себе делаю ровно 5-7 минут. Не более времени у меня уходит для того, чтобы сделать вот мейк. Что я делаю? Ну, это у меня, соответственно, наношу тон, немного румян, немного помады. Подкрашиваю бровки, подкрашиваю карандашиком. И, соответственно, тени, наношу тени прям такими легкими движениями руки на верхнюю часть века. Снизу я чуть-чуть подрисовываю карандашом и также тени и тушь. Могу еще провести лайнером по верхнему веку в зоне роста ресниц. Все. Чуть-чуть вот сегодня я припудривалась, потому что тональный крем такой жирноватенький. И сегодня вот я утром припудрилась, но вот сейчас смотрю, уже лицо, в принципе, уже заблестело. Можно салфеткой промокнуть либо... Так вот у меня с собой или не с собой. Сейчас посмотрю. Нет у меня сейчас с собой. Есть еще такие салфеточки. У меня зеркальцем пропитанные пудрой такой рисовой, матирующей. То есть они матирующие салфетки, если правильно назвать. То есть их просто вот так вот прислоняешь к лицу и весь жирочек, который выделяется в течение дня кожей с лица, будет впитан этой салфеткой. Что-то я их забыл сегодня с собой взять. Нет, не надоедает. Так, вот мне пишут уже участники марафона стройности. Готовила оливье с тунцом. Супер получилось. Супер. Я очень рада, что вы довольны. Так. Вы готовите себе утром на весь день или же с вечера? Прекрасно выглядит. Спасибо. Когда как? Скорее всего, наверное, утром я это все делаю. То есть, смотрите. Ну, по крайней мере, у меня, знаете как? Что, допустим, вечером у меня голова думает об одном, ночью я пересплю и с утра я уже думаю о другом. Не зря же, как говорят, утро вечер мудренее. И, соответственно, то есть, вечером я могу что-то запланировать, допустим, из того же питания, да? Или вечером я думаю, ой, завтра я одену то-то, то-то, да? А утром стою и я понимаю, что я не хочу, что я не хочу есть курицу, а я хочу съесть креветки. Что я не хочу то-то, а хочу это. И, соответственно, то есть, утром мне как-то легче спланировать свой день, что я надену, как я накрашусь и вообще, что я буду есть. Поэтому, в основном, я все-таки с утра готовлю себе контейнеры. Ну, вообще, у меня вся еда заготовлена дня на два, на три. То есть, в холодильнике всегда есть емкости с гречкой, с рисом, с макаронами. Курицу я делаю вообще за пять минут жарю, креветки тоже там их пять минут отварил. То есть, всегда есть свежие овощи. То есть, приготовить себе еду для меня, разложить, вернее, ее уже по контейнерам не составляет никакого труда. Так. Ваше видео очень мотивирует. Спасибо большое. Юлечка, скажите, сколько времени можно так питаться? Да всю жизнь можно так питаться. Сколько в неделю тренировки у вас? У меня вообще тренировки два раза в неделю. Где-то вот по полтора часа я тренируюсь. Так, пожалуйста, каким патчами вы пользуетесь? Сейчас я никакими не пользуюсь, но мне нравятся корейские патчи. Там уже их огромное количество и от отеков, и от темных кругов под глазами. И там, то есть, возрастные, разглаживающие, с лифтинг эффектом. Вы уже выбирайте себе. Корейская косметика, неплохие патчи. Так, какая у вас помада сейчас накрашена? Так, слушайте, у меня сейчас с собой, честно скажу, только два средства. Вот у меня в сумке, да? Вот помада. Я не знаю, сейчас она не продается. Вот в таких тубах. Это NYX. Покупаю я ее в сети Ривгош. Вот эта помада у меня сейчас на губах. То есть, она у меня уже, наверное, очень долго по времени. То есть, она вот так с подушечкой. И вот такие от Arza. Я ее наношу. Вот так вот она выглядит. Марка NYX. Неплохие такие помады. Матовые. Но не сушит так настолько губы, как вот большинство матовых помад. То есть, она очень комфортная на губах. Вот так вот смотрится. По поводу тона сейчас вам не скажу. Вот сделайте скрин. Может быть, и вам удастся тогда зафиксировать, какой тон тут у меня. И у меня с обычной сумочки вот такое вот средство. Консилер Estee Lauder. Я его нашу в сумке с собой. Чтобы в течение дня, если мне не удается заехать домой, немного подправить макияж. В частности, вот область в области глаз и там носик. То есть, чуть-чуть я вот этим консилером подправляю макияж, чтобы не таскать с собой тональный крем. И вот тут с одной стороны консилер, а с другой стороны здесь гиалуроновая кислота. Для того, чтобы вот пройтись. Ну, это опять нужно делать до нанесения макияжа. Ну, или вот нужно в течение дня чуть-чуть пройтись вот в этой области. Вот. Вот пока сумку кинула. Сегодня с утра чего успела из средств, которыми я сегодня вот и пользуюсь. Так. У меня кто-то учил краситься? Помада супер, спасибо. По поводу учили меня краситься кто-то или нет, скажу, что нет. По поводу нанесения макияжа я самоучка. Где-то как-то я у кого-то смотрела, как кто накрашен. Периодически хожу, допустим, на фотосессии, там мне тоже наносят макияж. То есть я смотрю у мастеров. И вот давно-давно, я даже не помню, может быть, лет пять назад я ходила на курс «Сам себе визажист». Очень мне понравилось. Подчеркнул для себя там много нового. И, в частности, после этого курса «Сам себе визажист» я перешла на более демократичные марки косметики, которые по факту оказались в разы лучше, чем… Ой, у нас тут просто вот смотрю, меня же прямо вот выбешивает какой-то автопарк тут на мойке. Людям негде ставить машину около ТЦ города, они ставят тут у нас. То есть оказалась в разы лучше косметика, чем вот эти «Диор», «Шанель» и тому прочее, которыми я в основном пользовалась. Теперь я подбираю косметику, не смотрю на марку производителя, а подбираю действительно по тому, насколько она комфортная. Насколько она качественная. И могут быть тени за 1000 рублей в 1000 раз лучше, чем тени за 2, за 3 и за 5000 рублей. Поэтому, то есть вот рекомендую, девочки, все-таки, если вам нравится, как работает визажист, да, какой-то определенный, сейчас все визажисты проводят все-таки курсы еще «Сам себе визажист», да, проводят индивидуальные курсы. Поэтому, если вы хотите научиться, да, и подобрать средства именно для, конкретно для себя, ну, спешитесь с этим визажистом, запишитесь, потратите на себя любимую там буквально там, может быть, даже несколько часов, и вы научитесь, конечно, каким-то хотя бы минимальным движением для нанесения маяка. И вам порекомендуют еще, что вам приобрести для того, чтобы это маяка самим и делать. Так, вот, пишет мне, Юлечка, спасибо, минус 8 килограмм. Вам спасибо. Так, тоже всегда хочу спросить, что за цвет помады фирмы. Так, я написала, кофточка нравится. На майские праздники вы куда уезжаете? На майские праздники мы уезжаем в отель Rixos Premium Belie. Собирается уже большая компания. Помада устойчивая, да. Как считаете, от групповых тренеров в зале есть эффект? Смотрите, я раньше очень-очень любил групповые тренировки, но эффект больше от тренажерного зала. То есть, если вы занимаетесь в тренажерном зале, то будет эффект однозначно лучше, чем от групповых тренировок. Но тут уже, знаете, то есть, каждый выбирает, то есть, в любом случае занятие спортом – это супер. И что вы для себя выберете, вот, тема занимайтесь. То есть, некоторым вообще никак не заходит в тренажерный зал, некоторым доставляет удовольствие ходить на групповые тренировки, ради бога, почему бы и нет. Но чтобы сделать выводы какие-то, это нужно, наверное, самим пройти путь. Потренируйтесь на групповые, походите, посмотрите, какой эффект будет. И потренируйтесь, походите в тренажерный зал, посмотрите, какой будет эффект. И самое главное, мои дорогие, делать, строить свои тренировки так, чтобы они вам доставляли удовольствие. Если вы не будете получать от процесса удовольствия, то вы рано или поздно забросите, забросите спорт. И вот это будет самая главная ошибка. То есть, выбирайте для себя то, что нравится вам, чем вам нравится заниматься. И когда вот вы уже втянетесь в процесс тренировочный, будете постоянно ходить на тренировки, вот это самое важное, вот это самое важное, чтобы вы вообще хотя бы занимались. Но для меня это однозначно тренажерный зал. Так, я иду за рулем, прослушиваю все эфиры о питании, повторно, спасибо, обожаю вас, спасибо. Так, Юля, богиня. Ну, не богиня, а просто Калачева. Юля. Ой, слушайте. Ага. Так, сейчас, подожди, у меня прямой эфир, сейчас прям до тех, я заканчиваю. Подождешь меня три минуты? Все, я заканчиваю, я просто сейчас вот вышла, думаю, проверить вообще, могу ли я выходить в эфир или нет. Все, большое вам спасибо. Большое спасибо.